привет привет дорогие зрители находимся в нва моторс рядом со мной василий расскажем вот про этот уникальный автомобиль это мягко сказано уникальный очень довольно таки интересный по переоборудованный по кузову и по нашей части по мотору по технической части ну я думаю будет интересно да я думаю только тот зритель который досмотрит до конца этот ролик поймет масштаб вот проделаны здесь работы в валеных денег да сколько труда вложено это просто еще не закончена машин она еще в процессе еще будешь кое-что переделываться силами самого заказчика сушилась но почему именно вот скажем так бензиновый мотор я так понял что не устроил что дизель якобы вот это вот тойотовский который здесь стоит да это 200 дефорсирование стоит сюда до нужда там 200 лучших силам и его не устроил что он якобы ненадежный или что слушает машинного нет я прошла на новый но во первых дизель них вообще то есть там разгон был до сотни по моему 22 секунды понимаешь то есть это очень важный фактор в плане того что ты же не вышел из дома и не сразу поехал по грязи по болотам по лесу тебе нужно там 3000 километров ехать по трассе в колонне не отставать а есть еще круженый идет понимаешь и так далее то есть не только этот заказчик но и куча других которые говорят что мне не хватает а восьмидесятые крузаки у них стоят дизеля не кстати бензиновые рядные шестерки игрок не хватает почему на 80 ты ставим собственно в 12 бензиновые и вот не знаю вот смотрел нет видеоролик нас выходил интервью с заказчиком с владельцем восьмидесятки как раз было интервью большое и там это самое он как раз рассказывал рассказывал про экспедицию там 5000 километров вот соответственно у него она вышла я заправимся тогда вот и это самое как раз он рассказывал что я потратил в среднем 18 литров у меня вышел расход бензина и мне как бы все в порядке все хорошо вот никаких проблем нет а кто ехал на дизеле во первых ночи не глушили а ягод спокойно глуши ложился спать и все прекрасно вот типа боялись что не заведу ну да потому что морозы то какие там 30 градусов там и больше дивно давай сейчас это правильно в магазине планеты железяка открылся новый отдел днем вы можете заказать токарно-фрезерные работы вы можете заказать гибку тонкостенных трубок маленького диаметра вы можете приобрести разные материалы такие как трубы профильные алюминиевые стальные из нержавейки вы можете приобрести листовые материалы небольшими кусочками это алюминий опять же нержавейка цинковка вы можете приобрести листовые пластики и есть всевозможные пластики в виде втулок для токарных работ также в этом отделе есть всевозможные расходники виде заглушек для труб резцы есть сверла обжимки и так далее но что еще интересно вы видите в этом отделе на каких станках выполняется работа и соответственно эти станки вы тоже можете приобрести остановился разговор на том что человек в экспедицию съездил на бензиновой восьмидесятке и был доволен больше чем люди ездили на дизель это была северная эксплуатация до северной эксплуатации человек был доволен его устраивал расходы по трассе вы устраивал расход и в самой экспедиции по зимнику они долго там катались ездили плюс ночные какие-то стоянки давно просто ночлег заглушил уснул сухой фен работает утром чик завел прогрел поехал все то есть нету боязни что что-то там замерзнет так далее но поэтому человек полностью доволен бензиновым мотором но с другой стороны это лишь одному человеку нравится блондинки другому брюнет у меня куча вариантов вот когда человек чуть жизни не лишился реально они замерзали вот была экспедиция там были все дизельные машины и я не помню что это было такой то ли ямал то вниз не буду сейчас врать вот и там было там 45 или что-то такое температура была вот и реально даже зимнее топливо ну как бы вот замерзли лишнее не знаю что именно произошло но он говорит мы реально выживали и только когда на подмогу приехали уже бензиновые машины смогли нас вызволить оттуда и с тех пор вот у человека тоже пунктик не покупать дизеля не у этого клиента вообще вот мимо вот еще такой пример колоссальное количество ну в общем сколько людей столько мнений то что у меня другая практика да то есть первое то есть если машина едет в экспедицию я сторонник более-менее штатного даты чтобы она понятна по поиску запчастей было чтобы она работа в штат это опять же заблуждение что такое штат то есть штатно это то что поставили на заводе кто на заводе работают точно такие же люди как я как ты как любой другой человек который понимает в технике то есть почему это заводчанам мы можем доверять у которых бывают косяки отзывные кампании разваливающиеся моторы а грубо говоря к сваппером или кастомайзером мы не можем доверять которые каждую машину просчитывают продумывают и производят ходовые испытания немножко в другом ключе смотри едешь ты понимаешь что у тебя машина соответствует твоему вин номеру он говорит ты находишься в африке ты по вин номеру закажешь нужные детали то же самое здесь вот здесь ты должен знать от какого сонгри автомобиль у тебя там мотор или коробка и это должен учитывать да если это кардан там какой-то сочлененный крестовины подвесной тому я примеру говорю ну это вот моя позиция до вторая позиция значит смотрим если мы говорим бензиновый мотор с точки зрения расхода да когда машина загружена и плюс она допустим тащит прицеп не знает там жилой дом там с болотоходом шерп там да то что сейчас активно и получается дизель условно говоря ну тебе нужен будет запас 100 литров на там тысячу километров мы сейчас так грубо цифры привел да а если тебе ехать на бензиновой машине тетя уже запас допустим нужен 200 литров до соответственно это лишний вес это емкость которую надо куда-то вместить разместить вот то есть это как бы моя позиция когда строится внедорожник это можно продумать и это можно разместить в тех же восьмидесятках варят самодельные баки по 250 литров вообще без каких-либо проблем разгон отдельно будем снимать будем так ребят сейчас это все четыре колеса буксуют наверно только передок передо я чувствую жопы ты охренеть и сзади никого 130 вот так она едет 140 150 но дальше уже светофор я не буду слушай а мостовая машина с подвески что-то делали мы нет сам заказчик то есть сам владелец машины убирал сзади рессоры ставил пружины на тягах то есть получается спереди сзади пружины стабилизатор и передний и задний вполне нормально она рулится слушай охренеть ребят я сейчас еще хочу выйти посмотреть какой размер колес я не заснял но реально то есть из передний мост колеса какие-то буксовали и какие-то колеса задний мост может быть может это просто офигеть при том что ну то есть крузер машина то тяжелая то что смотри опять же да я возвращаясь со своей колокольни автодомов да еще есть же емкости газ вода это тоже вода достаточно большая статья и веса и соответственно объем туда нужно разместить хотя честно значит я тебе скажу так вот меня про газель куда-то я приехал тебе когда я поехал в грузию меня там столько эпитетов было что она развалится не доедешь она там будет ломаться саш я просто честно скажу обслужил подозрительные элементы которые могли подвести поменял ну да и я за отпуск проехал пять тысяч километров ну после отпуска кроме замена масла я ничего не сделал ну да и все работает поэтому я думаю это еще зависит от того что люди должны пойти в какой регион если ты едешь знаешь что там солярка допустим плохая берешь какие-то присадки берешь там я знаю двух такников масла добавляет солярку и даже на каком-то дизеле не поехал или на бензинке ты все равно с собой берешь канистру 2-3 они у тебя либо внутри либо на крыше на багажнике либо сзади все равно это с собой ты берешь понимаешь почему люди любят дизеля потому что стоимость нужно все считают стоимость во первых чтобы налог был какой-то маленький во вторых чтобы типа расход то есть давай скажем честно это нищебродство просто богатейшая страна мира с не очень богатым населением я сам такой этот печально понимаешь и печально мне это осознавать а когда в принципе ты едешь в экспедицию опять же у тебя мощный мотор бензиновый многие думают что он много кушает и если вот вот со светофора вот так вот постоянно вот понимаешь вот так вот торцевать он сейчас 40 литров съест а когда ты едешь спокойно в экспедиции да ты идешь свои там 100 110 и уйдешь уверенно 6 передача у тебя будет расход 18 литров бензина да больше чем дизеля соотносима с другой стороны те же патрули которые там 42 а то ну это лопается слушай ну они хорошо они добра кушают они добра кушать то есть те кто ездит в экспедицию кто едет нормально по трассе не тошнит 80 кто вот действительно идет там свои 120 130 иногда обгоны да он те же 17 18 20 может кушать в зависимости как ты много раз на тапочку нажал и как ты загружен вот то же самое здесь может быть до бензинка в любом случае будет кушать больше насколько там в 25 раз нет немножко больше но и фиг с ним сделай немножко больше бак чуть-чуть возьми на канистру побольше не вижу в этом проблем рассчитай свой маршрут пара продумай где у тебя что налог но если ты строишь тачку которую в которой вкладываешь будь то 35 или 10 лямов да какой нафиг а у расход данный расход если ты туда понимаешь все экспедиционники строят по-разному кто-то строит с минимальным бюджетом кто-то с большим поэтому если строить человек нормально почему бы не с другой стороны я вот тоже перешел от части на установку бмв-шных моторов дизельных потому что люди это хотят хотя я говорю ребята меня меня лично не устраивать вонь соляры на заправке из глушака вонь меня не устраивать вибрации этого мотора понимаешь вот вот как он заводится вот пока прогреет не устраивает у меня одна жизнь может быть у кого-то их много не одна жизнь понимаешь я хочу чтобы она проходила с мотором вы 8 я хочу чтобы она проходила с любимой женщины в кино в ресторане ведь в пельменные дешевле 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 а детей не рожать дешевле вообще не тратить правильно мы же это делаем и сознательно это идем понимаешь и вот здесь себя ограничивать хотя скажу честь если тоже ограничивать знаешь в чем ограничивать в том что я езжу на газе то есть меня бензиновый мотор на пропаде есть интересно покажу свою машину я поставил мотор газ так и съел на этом собаку что я могу на газе ехать вот так же как мы сейчас ехали то есть газ и ремонт без потери мощности на все деньги и это работа василий я тебя перебью знаешь по поводу дизель и хотелось с тобой поговорить вот я столкнулся наверное десятый год пример может чуть раньше у нас было в обслуживании спринтера приезжая дизеля то им и volkswagen и в общем очень капризны с точки зрения масла масло разъедается вот этой вот серы которая образуется в топливе да то есть соответственно раскисается ты должен менять масса там 8000 примеру на дизеле на бензине ты спокойно там 12-15 так понимаем выезжаешь то есть это как бы вопрос цены под его частота то да примерно одинаково потому что скажу так если активно ездишь на бензиновый мотор я тоже рекомендую раз 8000 менять потому что понимаешь кто ездит спокойно 80 90 а таких кстати большинству до спокойно могут и позже меня но я езжу так что я считаю что надо реализовывать полный потенциал мотора то есть возьми двухсотку крузак 250 сил вот заводская да не надо тошнить ведь почему все говорят вот там на дизеле маленький расход потому что все ездит спокойно боятся камеры там что-то погонять а надо реализовывать полный потенциал мотор ты когда вы реализовываешь ты офигеваешь понимаешь офигеваешь от расхода я вот с питера возвращался по m11 и вот мы шли там три машины audi q7 новая я не знаю какой там дизельный тоже мотор мощный крузак 200 и шел до 451 vd и я на рейдж-ровере на бензином на газу я езжу понимаешь мы шли всю дорогу 200 220 вот все 600 километров и у меня запас ходу у меня большой баллон газовый 100 литров 105 литров 8 литров бензина мне хватило прямо от питера до москвы эти же на такой скорости что крузак что audi дизельный они за 20 кушают то есть когда ты идешь 200 220 понимаешь все оттормозился 180 потом опять до 220 опять оттормозился кого-то отморгал он ушел потом обгону туда-сюда и вот всю дорогу ты так идешь на все деньги понимаешь во первых я знаю что этот крузак 200 и развалится этот 1 vd на своей динаме любит большая зароди дизельной системе вот эти форсунки за топливной системе он развалится если он так будет есть каждый день наш он и 200 тысяч не отходить стопки снял не отходит то есть не держит такие оборудовую как бы не рассчитано под это понимаешь вот но уже он же позволяет он же едет ночью учебу них вот он и ехал вот и расход у него за 20 потом товарищ возвращался он где тоже на ту риге на трехлитровым все шпарил все тоже около 200 20 21 литр понимаешь то есть компрессорный бензином range rover у меня на бензине кушал когда не ехал 26 а у меня 21 как-то мы шли дамы конечно конечно когда он будет ехать 90 у меня там будет восемь расход если я бы ехать на бензином 90 меня не будет возле на меня будет там лидер в 15 понимаю вот то что бензин есть бензин но вот это вот не использование потенциала мотора а нафига тогда жить еще такой вопрос значит по дизельным мотором опять же свой опыт дизельные моторы в ремонт в капитальный приезжали быстрее и чаще нежели бензиновые то есть опять же вот этого масла то есть уже и поршневая изношены грм и распредвалы и так далее бензиновые приезжают на в лучшем случае гидрокомпенсаторы грм там что-то и все и поехали по сути до крузак сотый на моторе 2 узет 47 смело отхаживал миллион то есть сейчас есть ты покупаешь на вторичном рынке сотый крузак и там на одометре 800 ты можешь спокойно взять его и тебе еще хватит еще лет пять поездить понимаем и не париться вообще вот и все это нормально и туда никто не лазит понимаешь да так так она ездит и и не есть и дизеля которые так прошли визеля из миллионе наш вопрос как ты на них ездить часто смены масло фильтром и интенсивность эксплуатации понимаешь то есть на крузаке 200 ты можешь вот так же скажем штофора поливать крутить его им ничего не будет ему только лучше будет что будет система смазки работать более активно ничего не будет соответственно нагрузка выгорает нагар нагрузка выгорает да и масло голодание нигде нету все в порядке все работает они все нормально понимаешь с другой стороны люди ну вот еще раз почитал хотят дизель и мы им тоже даем дизель пожалуйста в общем про василия складывается впечатление глаза горят фанат моторов и фанат своего дела по сути да автомобиль огонь вообще просто я под таким впечатлением я расскажу с педалькой газа надо нежно ласково обращаться здесь вложено просто колоссальное количество времени труда денег и есть свои интересные фишки машине тепло стряхнул обувь итак ребят кто наверное сталкивался с автодомами что-то увидит здесь знакомые кто-то может быть видел наши ранние обзоры на тот же фольксваген калифорния денис французова то есть получается человек купил новый land cruiser 70 серии пока не говорим какой соответственно сделал надстройку сверху это подъемная крыша это фольксваген калифорния да то есть он по сути купил второй автомобиль из которого вот эту начинку всю и взял то есть кухонный блок задняя часть здесь диванчик значит идея автомобиля такова что есть вот классическое исполнение европейских автодомов вот вы видели мой обзор на бежевую toyota land cruiser алексей баламут с подъемной крыши который задняя часть поднималась вот и туннельный проход и что получалось то есть нужно положить вещи нужно проходить и при той компоновки который предлагает тот же томс это не очень удобно вот и у заказчика возникла идея тот же взятая именно с volkswagen калифорнии что получается есть входная дверь когда можно попасть внутрь салона не перелезая через передние сиденье достаточно узкие здесь пространство да то есть отдельная дверь для попадания в салон дальше есть хорошая полноценная обеденная зона те же сиденья передние спокойно поворачивается и можно соответственно лицом к лицу сидеть это удобно и плюс получается еще большой относительно большой багажный отсек его потом посмотрим и по месту то есть крыша здесь поднимается не просто вот так вот треугольничком она поднимается и задняя часть то есть вот так вот задняя часть то есть тоже поднимается то есть здесь удобно находиться внутри самая высокая часть получается вот этих передних сидений можно встать и попасть внутрь значит здесь стоит электрическая крыша то есть не нужно выходить что-то раскладывать изнутри теперь что касаемо проекта он еще в процессе доработки то есть я вам потом покажу что еще будет делаться с этой машиной но тем не менее уже самое основное здесь уже интегрировано дальше вторая часть почему машина попала в nva motors человек захотел большей мощности чтобы можно было динамично передвигаться по дорогам на большие дистанции и здесь установлен бензиновый достаточно мощный мотор и сделана коробка автомат и стоит постоянный полный привод штатно стоял дизельный мотор относительно слабый механическая коробка передач и парт-тайм по подвеске тоже владелец доработал заднюю часть она стала более комфортно перешла на пружины многие знают что на тойота 70 серии стоят рессоры под мостом они достаточно мощные дубовые и низкие так давайте тогда ребят посмотрим что здесь у нас есть интересно сереж давай покажем так я как первый проходит старт есть нюанс плита раковина причем есть горячая вода судя по маркировке обратите внимание большое пространство я все время акцентирую внимание то есть когда большие горелки удобно пользоваться большой посудой это важный момент так сейчас закроем сохранились родные окна сдвижные соответственно можно проветривать это очень удобно так здесь холодильник с вертикальной загрузкой вполне вместимые особенно если учитываем что здесь два человека если едут там может быть два взрослых два ребенка так вот это вот конструкции это по идее столик сейчас надо посмотреть как он сдвигается так что-то я уже разобрал здесь видно что вот эта мебель вся это бушная поэтому как бы не стоит удивляться немножко каким-то моментом вот здесь защелочка присмотреть как удобно по алюминиевой направляшки и выдвигается стол достаточно большой так здесь есть ножка но я сейчас уже не буду раскладывать все же хотят чтобы быстрые обзоры были там 15 минут и все и погнал нет хватит делать большие обзоры не могу так здесь у нас шкафчики сдвижные то есть обратить внимание открываются даб не поворотные дверки а именно сдвижные как здесь так спрятаны вот они воздуховоды топительные системы водоснабжения видно что горячая холодная вода так и давайте вот эту сторону посмотрим то есть в стесненных пространствах очень удобное решение так но здесь продолжаются полки и соответственно здесь тоже какие-то коммуникации насос судя по всему для воды так а вот и василий подходит я здесь замерз василия покажи пожалуйста как крыши здесь открывать я смотрю еще не на дело не на дело здесь видимо пульт будет управление но пока просто я открою с аккумулятора с внешнего кстати видно что как крышу обрезали дает остатки да 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 но здесь будет обшивка еще делаться это прямо силами заказчик вот кстати еще что а Субтитры сделал DimaTorzok И вот теперь крышу мы подняли Здесь смотрите интересный фокус получается Значит вот здесь вот шторка сдвижная То есть можно ее задвинуть вот так вот И получается можно залезть наверх Спальное место вот эта конструкция достаточно жесткая Здесь вот есть сеточки А теперь дальше смотрите Очень легким движением руки Раз И пожалуйста Я метр восемьдесят три Кухня Вход Раздеться То есть пространство просто колоссальное Еще раз повторю Фишка в отличие от того же Томса Что остается грузовой отсек Не нужны какие-то такие движухи, манипуляции С вещами, снаряжением То есть очень получается удобно и просто С точки зрения именно вот подготовки Как сну, нахождение внутри Посмотрим Так, ну вот здесь Видно, что москитные сетки Здесь элемент, я так понимаю, стягивался Так, тоже здесь свет Вот мы сейчас находимся на улице минус четыре Работает штатная система отопления машины И в принципе находиться достаточно комфортно здесь Вот Теперь давайте мы рассмотрим Немножечко по периметру То есть, как говорится Получилось поженить Вот эту подъемную крышу от Volkswagen С Toyota То есть здесь, обратите внимание Сделали переходной каркас Вот его из труб Зафиксировали к штатным крепежам крыши Здесь вот мы видим элементы металлические уже части Которые, как надстройка мы ее так назовем Которая с улицы была видна Вот То есть все достаточно прочно закреплено и аккуратно Ну а здесь, чтобы было понимание Вот эта часть, правая сторона автомобиля Она не штатная Видны следы состыковки кузовных элементов Все это покрашено Видно, что обшивка дверей Она от подержанного автомобиля То есть вот эти две двери Они не штатные То есть здесь была изначально глухая стена Ну, с окошками Так, теперь давайте диван посмотрим Так Здесь ящичек Так, здесь И диван можно двигать Дальше диван можно поднять Откидывается Так И здесь Ручка и спинка регулируются То есть можно откинуть назад И что получается То есть откинули спинку назад Используя заднюю полку в багажнике Мы посмотрим И получается еще одно спальное место Ну, скажем так, для детей И чем удобно Что люди, которые спустились с верхнего этажа Они могут выйти через передние двери Через передние сидения Не тревожа спящих внизу И если мы открываем дверь Мы тоже видим вот этот элемент Порог-ступенька Который не штатный То есть здесь шел порог целиковый То есть пол был ровный Вот эта ступенька, видно, что это не заводской шов Герметик Так, в задней части Сверху Это тоже родная конструкция Фольксвагеновская Вот такой вот откидной ящик Динамики, но здесь их нету Места есть под них Так, сейчас посмотрим багажник И раскладываем диванчик Заодно и посмотрим размер колес 285, 75, R16 Ну то есть 33 тапочки Срывались все в букс Просто жесть Все четыре колеса в букс Так, ну здесь смотрите Достаточно большой багажник Какие-то тут детали Водельцы лежат Сейчас мы их аккуратненько Почти аккуратненько извлечем Вот так вот Я угадал? Угадал Ребус Так, одна большая штука На травку Так, и одна Еще большая штука Так Так Две больших штуки Так Видим Вот такую вот Съемную полочку Так Она Уменит Фиксаторы Так А это я так понимаю Еще зачем-то нужна такая штучка Кстати Кто знает Пожалуйста Напишите в комментариях Что она используется Может быть для удержания В вертикальном положении В общем не знаю Ребят Просветите пожалуйста Так Причем Вот эту полку Судя по всему Ее можно переставлять И получается Выше делать Так Давай глянем Что здесь Ага Это Ручка для Маркиза Для бокового тента Такой мини шкафчик Здесь видно Воздуховод от отопителя Так Не попадает Не получается Значит Сдвигаем диван вперед По максимуму Все Легким движением Так Потом откидываем Подголовники Так Значит Теперь Если надо Можно переставить Полочку выше Но мы этого делать не будем Чтобы было комфортно Ехать В дороге Вот подушка Нижняя часть Она Точнее задняя часть Она немножко вниз Ну чтобы удобно было Ногам Теперь смотрите Что будет происходить С диваном Дергаем за ручку Обратили внимание То есть Вот эта подушка Приподнялась И теперь Ровное место Теперь Можно положить Общий матрасик Чтобы было мягче И При этом Обратите внимание Получается Большая полость Внизу То есть Можно много вещей Отставить внутри Не надо вытаскивать наружу Для того чтобы Поорганизовать Спальное пространство Очень удобно Так Возвращаем все В родное положение Еще вот смотрите Ребят Что я хотел Обратить внимание Сейчас Сережа камеру мне дал Я сейчас сижу Вот Мои ноги Вот тут Расстояние вагона Маленькая тележечка Да А теперь Я Показываю вам Что вот здесь Смотрите Пространство Ну просто колоссальное Сереж Можно тебя Попросить Со своей стороны То есть Багажник Огроменный Снаряжение Очень много Можно положить Это не говоря На то что Наверняка На крышу Вполне Какая-то Дополнительная Огрузка Возможна И что-то легкое Закинуть на крышу Тоже возможно Еще один Интересный Большой Отсек Открываем Здесь Зеркальце Есть Носик Попудрить Кому это Придется Гардероб Вот эта Полочка Она снимается На легких Фиксаторах А здесь Внутри Спрятался Газовый баллон Покажем Покажем Сидение Поворачивается Здесь Сначала Надо Сдвинуть Вперед Здесь Рычажок Есть И механика Вот такая Так что Ребят Пространство Вообще Просто Огонь И соответственно Помним Про столик Который сюда выдвигается Так что Четыре человека Здесь В этом автомобиле С большим количеством Шмурдига Спокойно Размещается Теперь Понимая Что здесь В бочине Появляется Дверь Штатно Здесь Стоял Еще один Лючок Бензобака Здесь На этой машине Штатно Два Бака Вот И Соответственно Все Перемещается В одну Горловину Сейчас Давайте Я вам покажу Как это Сделано Здесь Сделано На классический Ну так Назовем Классический Манер То есть Видите В одну Горловину Заведены Два Топливозаборника То есть Либо влево Либо в правую Сторону И заправляете Каждый бак Теперь С этой стороны Здесь Изменений Не очень много Здесь мы видим Лючок Для Воды Для Электричества Так И Здесь Еще Один Лючок Я Все время Боюсь На морозе Трогать Ребят Не буду Сейчас Холодно Пластик Чтобы Не повредить Значит Здесь Уличный Душ Так В общем Давай Начнем С мотора Да По моей части Самое интересное Это здесь В общем Здесь стоял Дизельный Мотор 1WD 4.5 V8 Зажатый Немножко Он был Не с двумя Турбинами Как на двухсотом Крузаке А с одной Поэтому был По-моему 198 Лошадиных Или 119 Что-то такое С механической Пятиступкой Который Никуда не ехал То есть Его там Разогнать До сотни 22 секунды А дальше После 120 Вообще Никуда не ехал Ну и Вот Как бы Заказчик Это не устраивал Он говорит Надо что-то Поставить Максимально Максимально Мощный То есть Это мотор Бензиновый V8 5.7 3.4 Который По сей День На конвейере Это Самый Мощный Двигатель Из Гражданских Тойотовских Тундра 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 Секвойя Lexus LX 570 То есть Он по сей День На конвейере Так что Еще Долго Он будет Так что Его было Логично Сюда Поставить Поскольку Это Тоже Свежая Машина Но 17 Года Мотор По мощности Стандартный Не чиповали Или Ничего Не чиповали Просто Немножко Подрезали Экологию Там Продувку Катов И так далее Вот это Сделали А так Мы сторонники Все таки Не убирать Экологию Полностью То есть У него Есть Два Катализатора Это И для себя Приятные Для экологии Вот Но Как Сейчас Тенденция Евро 5 Евро 6 Евро 28 Вот Это Все Я считаю Надо Убрать И сделать Стандартный Добрый Евро 3 Евро 4 Пока Не Под Наш Бензин Это Под Наш Бензин Евро 3 Евро 4 Нормально Все Работает Каталики Работают Мотор Не Задыхается Едет Дышит Что Еще Надо Кондей Все Работает Кондей Штатный Радиатор Причем Тоже Штатный Остался Он Здесь Огроменный Просто Вот Поэтому Это Все Предусмотрели Также Дополнительное Охлаждение Огромный Радиатор На Автомат Еще Раз Подчеркну Была Механика Стала Шестиступ Автомат Его Надо Подогревать И Охлаждать Поэтому Радиатор Дополнительный Еще Сюда Установили А Вот По Мотору Размеры Той В Образный И Дизельный И Здесь В Примерно Одинаковые И Машина Другая Это Не Старый 70 Крузак Это Все Таки Уже Свежая Версия Здесь Подкапотка Чуть Больше Чуть Чуть Шире Мост Здесь Чуть Чуть Шире Поэтому В принципе Стоял В8 И Стоит В8 Он Сюда Влетел Почти Как Родной Почти Как Родной Переделок Вот Здесь Минимально Единственное Столкнулись Потому Конфигурация Мосток Не Соответствует Этому Мотору Пойдем Вниз Покажутся А Здесь Василий Я Смотрю Фары Нештатные Это Линза Стоит Да Фары Нештатные То есть Было Как Закончили Уже Свап Все И Вот Как Раз Владелец Говорит Уверни Увидел У нас Другие Проекты Мы Сейчас Активно Перешли На Установку Линз Это LED Линза Это Не Ксенон Четкий Свет Четкая Галка Ну То есть Реально Прозреваешь Поставили По закону Как Положено С Корректором С Фароомывателем И Кстати Тебе Может Будет Интересно Зрителям Будет Интересно Все Что Есть На Этой Машине Все Что Делали До Нас Месяц Переделка Дверей Там Крыша И Так Далее Все Что Мы Делали Мотор Коробка Вот Эти Фары Омыватели Это Все Официально Внесено В документы Мы Тоже Этим Занимаемся То есть Я думаю Зрителям Это Будет Интересно Посмотреть То есть Машина Которую Вы Переделали Вы Сопровождаете Все Переделки Оформлением Не Только Наших Но Есть Еще Заказчик Что Прикрутил На Свою Машину Бампера Лебедки Шнурки Или Все Что Человек Ставит Что Небудь То Что Нельзя Швеллер Приварил Понятно Это Не Проходит По Тех Регламенту Поэтому Мы Говорим Что Это Переделать Вот Так И Так И В итоге Мы Оформляем Не Только То Что Мы Делаем Но Еще Список Из Десяти Допустим 15 Пунктов Человек Доволен Мы Довольны И Человек Это Ничего Не Стоит Потому Что Мы Все Равно Оформляем Мотор И Если Попутно Тянем За Собой Десять Пунктов Его Переделать Для Него Это Ничего Не Стоит Это Проще Сделать За Один Раз Потом Это Очень Геморрой Очень Дорого Все Так Анатолий Давай Наверное Я сначала По Своей Части Здесь Расскажу А Потом По Самой Машине Худине Я Понятно Это Мостовая Конструкция Мост По сути Заводской Блокировка Есть Блокировка Да И Здесь Редуктор Справа А У Этих Моторов Бензиновых Которые Стоят На Секвоях Лексусах У них Моста Нет Там Независимый Но Редуктор Вот С этой Стороны Слева И То есть Нам Пришлось Перекраивать Поддон Переваривать Делать Вот Он Из двух Частей Вот Нижний Вообще Самодельная Вся Сделана Но Мы Рассчитали Проверили Убирали Пружины Бросали Его На Отбойники То есть Нигде Ничего Не Цепляет Ну Вот Видно Что Рука Провозит Да Проверяли На Если Вдруг Будь Диагональная Соответственно Вывешивание То есть Чтобы Ничего Не Цеплялось Мост Когда смещается Зазор Да Да Вот И Вот Опоры На Раме Они Конечно Переделаны Переварены Под Этот Двигатель Далее Значит Коробка Стандартная Шестиступка АБ60 Как Агрегатируется С этим Двигателем И Дальше Встал Вопрос С раздаткой То есть Собственно Что Сделать С раздаткой Раздатка С этой Коробкой Агрегатировалась На Левую Сторон Полностью А нам Нужна Была На Правую Причем Смещение Не только Переднего Вала Но и Смещен Чуть Чуть Проверен И Получается Мы Позаимствовали Раздатку Фуллтайм От сотого Грузака Соединили При помощи Переходной Плиты Самодельной Вот Она Видна И Соответственно Внутри Переходной Вал Который Сделан Из Спец Стали С закалкой ТВЧ Но Это Конструкция Проверенная Более чем Десятилетним Опытом Так что Все это Скомпоновалось Карданы По сути Родные Остались Траверса Тоже Родная С небольшими Переделками Вот Система Выпуск Уже Пошла Вашу Да Это Все Сделали Мы Это Новая Нержавейка Все Сварено Варгоне Банки МГ Рейс То есть Имеется Резонатор Глушитель Дальше Вот Над Мостом Нам Пришлось Обогнуть И Вот Они Здесь Стоят С термоэкранами То есть Они Не душат Мотор Но При этом Хорошая Экология Сохраняется Это Приятная Для себя Экология По раздатке Хотел уточнить У нее получается Фуллтайм И она С блокировкой Межместового Да Фуллтайм Постоянный Полный Привод Возможность Понижайки И блокировки Получается Все блокировки На машине Да Полностью То есть Весь Функционал Днедорожника Здесь Есть Вот Так Все Здесь Все И давай Дальше Пошли Вот эти Баки Которые Штатные Идут Да Значит Далее Здесь Два Топливных Бака Он Получается Задний Основной Этот Второстепенный Вот Здесь Тоже Много Что Переделывалось И Как Именно Я К сожалению Не смогу Подсказать Но Вкратце Вкратце Вот Этих Тяг Здесь Не Было То есть Это Уже Переделаны Силами Самого Владельца Здесь Были Рессоры Которые Снизу Так Да Переделаны На тяги На пружины Стабилизатора Не было Тоже Добавили Его Ну В общем Здесь Проделали Огромную Работу Хочу Сказать По Бакам Василий Хотел Уточнить То есть Машина Была Изначально Дизельная Сейчас Стала Бензина По Забору Топлива Как То Поменялась История Как Два Бака Было Так И Осталось С Переключением Из Салона С Кнопки То есть Либо Один Либо Второй Соответствующими Двумя Датчиками Поскольку Мы Поставили Внешнюю Топливную Станцию Вот Стоит Внешний Насос Внешний Фильтр И Мы Всю Штатную Систему Переключения Баков Не Трогали Единственное Промыли Баки Понятное Дело Вместо Дизеля Залили Бези Все И все Это Работает Без Киклив Проблем То есть Получается По Системе У него Как Вот Этот Бак Я Просто Хочу Понять Он Кнопкой Выбирает Из Какого Бака Качать Топливо Или Он Перекачивает Ничего Не Перекачивается Просто Выбирает Кнопку Из Какого Бака Брать То есть Либо Работает Один Бак Показывает Один Датчик Когда Он Заканчивается Кнопку Нажал Полностью Переключился На Второй Бак Они Не Как Сообщающие Сосуды Они Два Автономных Бака И В горловине Когда Заливаешь То есть Ты Должен Залить И В Один И Во Второй В Принципе Это Удобно Потому Что Не Дай Бог Какой Из Баков Пробил Ты Всегда Сохраняешь Запас Сохраняешь Без Разницы Вот Эта Конструкция И Дополнительная Здесь Скорее Всего Это Водяной Бак Судя Потому Что В Солона Можно Ручку Повернуть И Слить Воду Которую Из Ракина Там С мылом Грязная Вода Это Можно Слить Аккуратно Чтобы В городе Допустим Ты стоишь В городе Чтобы Не Слил За Город Выхл В лес Слил То есть Это Вода Она Не Ядовит И Ты Руки Мылом Ничего Страшного Так Идем Назад Тогда У нас Получается Здесь Задний Бак Это Тоже Соответственно Штатный И Здесь Еще Один Бак И Это Как раз Мы Видим Это Вода По Сосудам Это Вода Как раз То Что Мы Видели Снаружи Вот Так Это Все Сделано Вот Кстати Из Прошлого Что Осталось Кронштейн От Ресорт Трубка Еще Одна Идет Тут Видишь Две Горловины Одна Горловина Идет На Этот Маленький А Подожди Хотя Вряд Сливаться Куда Она Должна Здесь Знаешь Как Или Промывка Наверное Может Это Для Зимнего Слива Чтоб Он Не Обмерзал Ну В общем Мне Сложно Сказать Да Суть В том Что Здесь Два Бака Для Воды Да Каждый Человек Для себя Строит Дом Автодом Или Внедорожник И Когда Он Построен Я Или Ты Садимся Мы Пока Еще Первое Не Понимаем Где Что Как Расположено Поэтому Это Нормально Что Мы Путаемся Но Еще Раз Повторю Что Труд Вложен Колоссальный И Еще Предстоит Многое Сделать Так Что Я Считай Проект Просто Огонь Вась Можно Обнаглеть И попросить Тебя Сделать Экскурсию По Да Давай Бегло Пройдем Конечно Пойдем Тебя Продолжение следует